Всем огромный привет! Сегодня мы с вами поговорим о новинках 12 каталога компании Faberlic. То, что я приобрела по VIP заранее. Хочу поделиться с вами отзывами и давайте начнем. В декоративной косметике появятся две новые туши в линейке Skyline. Одна будет удлиняющая, но так как я удлиняющую не очень люблю. Вторая тушь для кошачьего взгляда, которая должна давать объем и именно ее я приобрела. Тушь в артикле 54-61 имеет очень интересную щеточку. Называется она Cat Look Faberlic Mascara. И щеточка здесь очень интересная. Она такая двойная. Здесь наконечник как фибровый идет небольшой. И дальше идут силиконовые щетинки, меленькие. Туши достается на кисточке достаточно. Не очень много. То есть ограничитель работает, по-моему, нормально. Единственное, конечно, на фибровом кончике остается туши. Там вот многовато, поэтому я ее убираю в флакончик обратно. По поводу нанесения, то, конечно же, оно такое непривычное, оно нестандартное. И вот этот фибровый кончик, он может быть даже и мешается и будет лишним. Я думаю, если бы была полностью силиконовая щеточка, то прокрашивать реснички было бы удобнее. Она бы лучше расчесывала их, а этот кончик мне, по крайней мере, мешает реснички расчесать и разделить. Из-за него, мне кажется, они более даже слипаются. Также он предназначен для того, чтобы вытягивать реснички из внешнего уголка глаза, да, чтобы делать такой кошачий взгляд. Но у меня не получается так сделать. Она мне не дает длины особой, немного объем, может быть, да, но все равно вот этот наконечник мешает и слепляет мои реснички. Хотя, в общем-то, в принципе, они выглядят неплохо, если я еще подразделю их, то все выглядит неплохо. Она не осыпается, по крайней мере, вот я ее два дня пробовала, тестировала. Она мне не осыпалась к вечеру. Ну, поначалу, конечно, первый раз, когда вы наносите, ее как-то маловато кажется, но вот на второй раз она уже лучше прокрасила реснички. Все-таки ей нужно дать немного раскраситься. В принципе, неплохая тушь. И по той цене, по-моему, она будет по какой-либо там акции, по более выгодной цене, чем я ее покупала. Конечно, ее лучше по такой цене приобретать, чем какая она идет вообще без скидок, без различных. Далее уход за волосами и в линейке Ля Крем появятся новые продукты. Я взяла три на пробу. Первая, это двоечка у меня шампунь и бальзам. Кокосовый, увлажняющий, нежное прикосновение с кокосовым молочком и молочными протеинами. Шампунь и бальзам должны увлажнять волосы. У шампуня артикл 86-70, у бальзама 86-73. Отличаются они крышечкой и по 200 мл. Объем небольшой и, мне кажется, они быстро закончатся. В составе где-то после середины добавлен экстракт кокоса, как я вижу в шампуне, по крайней мере. А в бальзаме здесь где-то в середине есть кератин, вижу, ментол, если кому-то не подходит, имейте в виду. И уже даже еще ближе к концу вот этот кокосовый экстракт. По поводу шампуня, его немного надо, так как пенится очень хорошо. Он действительно увлажняет, после него волосы не скрипучие, он не промывает волосы до скрипа. И мне это, честно, даже не очень подходит, по крайней мере в летний период. У меня жирные волосы на корнях и им надо очень хорошее промывание. Этот шампунь кремовый и вообще, как я поняла, наверное, все шампуни, которые представлены в этой линейке, будут кремовыми. По аромату очень, конечно, приятный кокос. Но, вот знаете, в шампуне он довольно-таки сильнее выражен, по-моему, чем в бальзаме. И, в общем-то, приятный, он не навязчивый, на волосах он у меня не остается, по крайней мере. Только вот я этот кокос ощущаю, когда мою голову не более. И по консистенции он не густой, не жидкий, такая средняя консистенция, но очень хорошо пенится, действительно. Даже промывая на два раза волосы, к вечеру они у меня уже жирнятся, сильно причем жирнятся. Поэтому, наверное, я больше себе приобретать не буду. По поводу бальзама, то его я, может быть, буду повторять, так как все равно волосы нужно увлажнять после шампуня. Даже если их тем более хорошо таким шампунем воспользуются, который их очень-очень сильно вымывает, то обязательно нужно какой-либо бальзам для увлажнения, для того, чтобы волосы выглядели красиво. И этот бальзам подходит для этого. У него тоже такая средняя консистенция, тоже приятный аромат. И очень хорошо распределяется по волосам, обволакивает их. Волосы увлажненные, красивые. В общем-то, бальзамом осталось более довольным, чем шампунем. И решила взять из линейки освежающий, тоже шампунь на пробу. Здесь с освежающей мятой, молочными протеинами. Аромат очень приятный, летний, как мятная жвачка, Дирол, Орбит, например. По промывающим способностям все то же самое, что и увлажняющий. Также у меня волосы очень быстро жирнятся с ним. Также он промывает не до скрипа. Волосы мягкие после того, как им помоете. И можно, если честно, даже, наверное, бальзам не наносить, применяя вот эти шампуни. Тоже он кремовый идет, консистенция вся та же самая, только аромат другой. Такое ощущение, что они одинаковые, только отдушку сделали разную. И последнее, что я вам покажу из новинок, появится новый аромат Бьюти Кафе Каприз, который меня зацепил, который мне понравился. Я буду приобретать полноразмерную версию. Поначалу я, конечно же, взяла себе пробник. И всем советую, прежде чем покупать полноразмерную водичку, тратить деньги большие, ну, относительно, конечно, да, большие, но все равно же жалко, если вам аромат не подойдет, то приобретите пробник. Артикул на пробник обязательно будет внизу в инфобоксе, как и повтор артикулов этих шампуней и туши. Этот аромат относится к гурманским, фруктово-цветочным. И давайте я зачитаю вам нотки. Верхние ноты это мандарин, персиковый нектар и дикие ягоды. Сердце это гордение и жасмин. И база это сандал, ваниль, амбра и мускус. Что же чувствую я, слушая этот аромат? Он действительно другой. Он не такой, как Бьюти Кафе, так как в Бьюти Кафе была какая-то нотка, которая раздражала меня, здесь этой нотки нет. И он приятный, этот аромат на более холодное время года. Летом он может, мне кажется, поддушить немного, так как он сладкий все-таки. Но он теплый, он такой обволакивающий, он очень приятный. Для меня он даже с ноткой пудры идет на самом деле. Поначалу, когда я его наношу, я не чувствую здесь мандарина. Ну вот, может быть, если прям очень-очень сладкого мандарина, без особого цитруса. И вот персик, да, наверное, персик здесь будет слышаться, но это улетучивается очень быстро первые нотки. И потом хорошо я чувствую жасмин, такой томный, приятный жасмин. И это тоже быстро улетучивается на мне, потом проявляется его база. И база держится, ну, полдня это точно. На одежде вы можете ощутить его на следующий день. Но вот если прям принюхаетесь, на мой взгляд, этот аромат, который лежит близко к телу, от него не идет огромного шлейфа. Этот аромат, который вы носите при себе, его должен ощущать любимый, допустим, ваш человек. А в его базе я как раз-таки очень хорошо чувствую ваниль, но она не приторная, она довольно-таки мягкая. И, может быть, сандал здесь тоже играет свою роль, так как у меня есть аромат с базой в сандалии, и вот что-то похожее есть, нотки такие. Когда я только получила этот аромат, нанесла, то он мне вот показался настолько знакомым. Я его сравнила с ароматом от Carolina Herrera, от туфелька Black Girl, по-моему, называется он правильно так. Но вот он у меня сейчас стоит на полочке. Там аромат ванили, там аромат какао в основном присутствует, но здесь какао вообще нету в нотках, и почему-то он мне показался очень похожим. Но когда я уже домой пришла и начала их сравнивать, то, конечно же, нет. Может быть, прям буквально какие-то мелкие-мелкие нотки и есть с того аромата, но все-таки они разные, да. Тут более действительно какао, более шоколадный, сладкий. Этот полегче будет, но он мне понравился. Повторюсь, он меня зацепил, и я очень редко приобретаю вот так парфюм у Фаберлик, и решила все-таки взять его себе. На этом я буду с вами прощаться. Надеюсь, мое видео было для вас полезно, информативно. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео, получая вот на днях новую линейку, базовую линейку одежды. Жду вас к просмотру моих следующих видео. Всем до скорой встречи. Пока-пока!